пора нам уже вернуть этот город не вас приветствую друзья с вами вирус и мы начинаем штурмовать и это замечательное поселение здесь у него куча кавалерии это значит что к нам либо с противоположной стороны либо с тыла либо с фланга могут все вот эти ребятки подойти это конечно неудобно ну ладно сейчас сделаем следующим образом штурму на лестнице у нас достаточно но здесь по идее должен быть вон один право сражаемся сражаемся естественно мы выиграем по захвату если что это поселение другого у нас выбора нет возможно даже мы будем оборонять эту площадь прям как как будто это наш город изначально и был ой туман ждем с дождем не 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 нафиг он конечно мне поможет сейчас без обстрела подойти может быть на это вову сухая есть отлично есть сухая погодка здесь еще есть замечательно значит что мы делаем мы сейчас должны бежать со всех ног к этому пролому естественно все должны вы пока что бросьте бросьте пока этим заниматься этих ребятушек ставим во второй ряд здесь у нас но можно чуть чуть поближе подвести будет кавалериям где-то вот здесь ну и что я хочу сделать с лестницами если вдруг кавалерия подойдет его с тыла мы лестницами сейчас немножко загородим себе прикроем ты так сказать поставим вот здесь эти самые лестницы вот в таком вот хаотичном порядке немножко можно было бы их подвинуть но в целом зайдет в общем пока мы будем идти и пусть он обходит там или чуть подвинуть их ладно чуточку насада все-таки сдвинуть таким вот образом помешаем все бросаем лестнице сейчас разве нельзя бросаем вы тоже подходите поближе получит писать все лестницы все погнали пехота бегом 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 сюда бойцы подходят кавалерия откуда подходит ну это флот я вижу а вот они они зашевелили смотреть вот она кавалерия зашевелилась уходим сюда причем кавалерия начинает бежать блин экстренные меры копейщики разворачиваемся штурмуем штурмуем только так значит пока лучики 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 бегом 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 кавалерия здесь напирает здесь он высаживается на этом фланге в общем легионеров я собирался этих наемных использовать для других целей но придется вас бросать именно в пролом высаживаться он планирует не в городе это хорошо к лестнице может быть поближе стоило бы прижаться но что есть то есть кавалерию сейчас оставим вот здесь а пусть горит мне не жалко с кого фигом только горит я не пойму ну ладно бегом 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 да беги ты полководец нерасторопный ты мой друг вы стреляете быть вы готовы стрелять это радует все построение приготовились да ёптель мог тель дурацкая построение мешает вам жить и фланги вы оголяете зачем верблюдчики ждем здесь прорвались эти германские пикинеры сюда сожалению верблюды уходим копейщики подтягиваемся ворота наши я предлагаю сейчас утягивать вот вас кто находится под обстрелом уходим занимаем прям вот стены здесь уходим прачники все уходим а эти прачники могут прям на площадь шуровать здесь нас немножечко обстреливают совсем чуть-чуть уходим 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 хотя давай вот сюда бей да рушь ты быстрей полководец сражается тут доспешные верблюды вся сейчас ладно полководца уводим бегом сюда копейщики перекройте этот под бегом сюда лучники захватываете площадь вместе с кавалерией копейки суда ты давай 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 шевелимся родной ты мой все копейщики здесь уже сражаются на площадь на площадь захватывайте эту вышку наши копейщики здесь сражаются за всех сил но естественно мы сейчас сольем выживут лишь некоторые так иди сюда помогай укреплять точку здесь мы взяли ну-ка лучники давай сюда кавалерия ломай парикаду хотя она мне еще пригодится . победы скоро будет наша все здесь как надо давай 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 еще один отряд вот пойдет эту вышку захватывать пока они там высаживаются мы выиграем эту битву построились бронебойный выстрел как раз кавалерия нам высоко очень сидит и хорошо так обстреливать вот еще можно прачников подтянуть к этому если они соизволят чуть отступите захват идет полным ходом здесь прачники готовятся защитить свою площадь все подтягиваемся и собирается мы его не подпустим вот поэтому я не хотел легионеров сюда бросать я знал что их расстреляют просто нафиг здесь с тыла он не будет заходить легионеры теперь бегом все-таки вам придется обходить выкашивать мы захватили . победы это же замечательно копейщики тут пока еще держатся эти уже отстрелялись вы еще нет вы еще пригодитесь родине полководец убит лучников мы сейчас уничтожим не переживаем насчет этого ну в общем внутри сейчас продержимся буквально две минутки и все отступить чуть-чуть создаем капкан готовься ничего наши здесь нормально копейщики простояли этих прачников бросим должно хватить сейчас если вы все-таки начнете еще стрелять вообще цены вам не будет правда идея моя с лестницами вообще не зашла практически ничем не помогла и если бы вот здесь в проломе их поставить да но я при размещении тут и не смогу поставить поселение почти разрушена так полководцы только щас вынесли да полководец погибли нас было не уводить мы сражались бы тут эффективнее в принципе буквально буквально чуть-чуть был он был выжил но это первая победа но это победа все равно что сделаешь копейщика всех слили частично копейщики под стенами на защищали пока я заходил в город легионеры в итоге захватывали вышки да и вот исконные наших римляне здесь поле но поселение он вернул укротитель агрессор давай бесстрашный верность тем более у него смотрите хорошая достойная верность так прачников тогда берем пока что копейщиков набираем можно с кавалерии даже перемешку и экстренно ремонтируем все здесь что осталось но город взят самое главное город взят здесь все тихо кого вообще феодосий ты ждешь нападение здесь можно начать штурм уже принципе и армии вражеских как таковых здесь рядом нет больших пока не стану давай еще один ход подождем и ну ты должен выиграть братишка наемникам ничего нет ну давай рискну ли ну может проиграть ладно отступи восполни потери еще здесь нож наемники на следующий ход подъедут здесь мы возвращаем поселением оккупировать фракция вновь исчезла как будто и здесь никогда не дальность перемещения качаем увеличиваем рвение течу сплоченностью лично давай кавалерию качнем тогда уж боевый дух следующий аврамий 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 уважаемый аврами если вы покинете это поселение в принципе порядок в любом случае будет в плюсе так что можно уже вас отсюда уводить перебросим значит в соседний регион где ваше присутствие будет нужнее важнее увеличим санитарий но здесь по идее сейчас болезни пройдет хотя болезни тут даже не влияет никак на порядок пишет удивительно но так ладно ну что карфаген готовимся к штурму здесь сейчас восстание будет но карфаген возьмем там разрулим я надеюсь успеем перебросить войска поле для осмотров ты снесу ничего страшного здесь в принципе можно позволить себе действовать так ну а ты пока осаждай ай ну и естественно постройки про это не стоит забывать везде часто просмотреть что нам строить а что нет так эти я оставляю казармы для победы они нужны город тоже улучшаем здесь казарма тоже пусть пока висит на сицилии вообще все уже хорошо радует что значит с местными договориться домами великолепно становится общественный порядок здесь перестройка нужно здесь обязательно перестройка италия карфаген ликурия в порядок все ну и сам город можно качать хотя пизавр скорее всего сейчас у нас заберут не удержать не смогу лучше не строить губернатор богатство давай неплохо так твой особый навык 60 тысяч денег все меньше 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 проблем все больше и больше он но он ушел в принципе на берег там он высадится сможет в любой момент не такая уж и большая проблема но в кесарии смотрите чё говорит нам искусственный теле проиграет автобой если мы начнем сражаться еще раз автобой проиграет но хорошо ладно сразимся лично сразимся лично раз такая тема интересная верблюды покоцанные точнее это не верблюда верблюда топали храбро сражаясь отправиться отряд все таки на артиллерию охотиться полководец будет прикрывать вышки все тут поломанные стена пробита вышек нет отремонтировать ничего не успели вся надежда лишь на прачников которых ладно давайте хотел сразу всех выставить придется наш город сильно пострадал в этом бою у нас же теперь боевой дух будет снижен хлоп все готовы здесь данных лучников но в целом можно поставить по образу и подобию прачников будет встречать кавалерия хотя тут еще из гарнизона есть несколько бойцов которые могут вместе с наемниками выскочить и поохотиться на артиллерию но он сейчас начнет расстреливать он щас ломает еще одну стену в этом проблема большая придется со стен скорее всего снимать наши сажимся прямо здесь это не играет особой роли он ворота скорее всего начнет расстреливать если ворота то пожалуйста пролом его не устраивает нет он все таки будет добивать здесь кусочек стены мы возьмем их числом числом то мы их можем попытаться взять я бы сказал бы скорее но качество на его стороне ну встаньте нормально в городе ну то за что это игра просто взяла и вылетела ну ладно давайте как сдавал конец куда так и сдаю ничего не меняю да уж интересная система получилось надо было добивать бегущие легионеры до которые были когда мы в город забирали города взяли они побежали можно было оставшиеся те пару отрядов использовать чтобы добить вот этих ребят и сейчас было бы намного проще а так так то есть определенные вопросы определенные вопросы есть я даже сказал их очень много как верблюдов убивать но их не так много там пару залпов прачники сделают и они должны побежать артиллерия проблемы создает артиллерию нужно было добить даже не столько эту пехоту добивать пехота и пехота ладно так ладненько давай один отряд сюда сразу поставим один по-прежнему с этой стороны куда он будет стрелять в этот раз мы посмотрим выставляем пока отряды и бронебойные поселение охвачено огнем там и в курсе мы в этом принимали активное участие об сказал быть это же свое время сражение и пока у меня есть флот пока я его не высаживаю у меня кстати баланс стоит на моей стороне как только я его высаживаю заметили в предыдущей битве баланс сразу упал ну стреляют он в эту же точку можно знаете даже рискнуть вот этих пятерых отправить сюда в расчете на то что мы просто бросить орудие и больше не будут стрелять решат что это не их дело что им это не подходит раз они в пролом не решили не идти тут стена сейчас рухнет буквально один залп еще истинно рухнет но если он попадет конечно но что добровольцы если вы сейчас выключите артиллерию желательно до того как она сломает стену вы бы обеспечили нам победу а теперь нет разворачиваемся разворачиваемся так но вы успели артиллерию выключить это да эх теперь ждать но они долго еще сражаются конные разведчики наш прям львы двоих убить смогли а ну-ка иди сюда ты чё ворота идешь ломать серьезно то есть для тебя сейчас интереснее всего становится цель ворота но у них щиты господа подводить еще кого-нибудь за чего ты ломал тогда не но сейчас искусственный интеллект крайне интересно поступает я даже не знаю как на это реагировать так давай чтоб не привлекать внимание иди туда они здесь дрогнули по чуть-чуть расстреливают тут по идее не должны так но в зачет это идет не такой устраивает они никак не смирятся с поражением они снова идут в бой он реально решил ворота штурмовать причем один пролом был второй он создал расширил его ну давай тебя вот сюда поставим тут в принципе все идет очень даже хорошо для нас такое развитие событий никто не ждал я лично как минимум точно с таким я не сталкивался все прачники ушли освободили место свежим вы начинаете подтягиваться тут еще сейчас места вакантные образуются не но так-то выигрывать можно тогда чем не заставлял еще и играл в вылетала так уходишь залазишь на стену бай не успел убей убейте этого верблюда сломлен великолепно значит еще успеете лучники давайте вы не будете этого делать сейчас все выстраивайтесь тогда победа здесь неизбежно можем просто посмотреть как верблюды умирают от проще ну и все остальные они то еще и ворота не пробили это мега гениальное тактическое действие не знаю может я то что напал на артиллерию его выбила его из колеи так ну сомневаемся сейчас баста осталось тут ну двое давайте уже убегаете я даже свеженьких подвел что простреливать вас подходите не стесняйтесь ну как только вражеский полководец был убит все решилось но снова я артиллерию не делаю опять же ошибку это нажимая сразу конец боя почему вылетки просто игра закрылась и все давай восполним потери но его мы убили еще одного шанса вам давать мы не собираемся теперь я к этому мы были готовы здесь появляется ну прям тут же восстание отлично но всякий случай сохраняюсь раз такой инцидент получился то он может и повториться лучше поосторожней относиться пазу ты пазу а ты возьмешь типа если возьмешь 40 не не возьмешь но тогда наводи порядок в этом городе и восполни потери просто другого от тебя еще требует сейчас мы возведем постройки там даже армия сильная не понадобится в этом регионе так это можно сносить это надо захватить восстание скорее всего ближайшее время произойдет так ну казармы ветеранов честный порядок дают ну ладно пусть ремонтируй царские разрушим здесь санитарию начнут следующих отстроить ну и вот она артиллерия элитная бомбезная но 32000 это половина моей казны и сейчас знаете даже как-то тайне сильно она там и нам и нужно конечно интересно но не хочется отдавать такие деньги государственную религию или налоговую ставку лучше даже прокачать давайте нами ставку налоговой потом религию плюс один погода не сделает и да я все забываю использовать еще кого-нибудь из агентов но если воители нам не сильно нужны сейчас то вот на самом деле то священники помогли бы подстрекательства ученый кстати давай ученого здесь нашу религию нагнетать 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 и освобождать порядок улучшать ухте какая разница всех подряд сейчас наберем всех подряд салютейшен запугивание населения у тебя вдохновление населения действия есть проповедь религиозное влияние плюс 12 давай самое основное можно сказать мы тебе взяли плюнуть может на эту армию я просто думаю ну сейчас смысла нет захватывать потом опять сейчас начнут нас прижимать лучше уберу то есть тратить свои силы на этот город не совсем рационально лучше подавить допустим это восстание это все равно римлянины могут козочку подойти не семятежники не будут дальше продвигаться то и пусть сидят ну попытаются продвинуться там дальше уже с ними разберемся пока наверно лучше навести порядок вас я уберу все тихо спокойно здесь ты все-таки продвинься дальше я уже привык что тебя без движили и ты никуда не можешь идти но ты-то ожил неожиданно этому давай приходи в движение как только в гену и станет у нас спокойней спокойнее тут ближайшее время и не станет в густу он только обустраивает начинает сейчас еще одно восстание сто процентов будет столицу я пойду забирать но попозже тогда ладно и он отсюда похоже выйти не может и я его разбить не могу но это какая-то неправильная ситуация и он и я и кто в западнее еще из нас а в раме вами продвигайся но в целом вроде бы даже в плюс он выходит 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 регион нарцисс подтягивайся судам сейчас мы будем штурмовать оккупировать и ты останешься здесь а нарцисс идет вот от регионного порядка где у нас восстание восстание возле столицы отлично туда-то да это и мчишься религиозное влияние здесь есть царский казармы сносим это просто отремонтируем отремонтируем замечательно по строительству заболевание это плохо это всегда очень плохо так здесь санитария есть принципе форум тогда строим и все общественный порядок мавритания все что надо есть основа основ есть тут я все-таки тогда сношу распорядок выходит понемножку в плюс паси цели спалите я надеюсь тоже сейчас на виду тогда порядок давайте снизили ладно осторожка наводи порядок тебя трогать не стану торрентик поле досмотров рушим загрязнением но здесь все-таки наверно сейчас хранилища построим а потом будем уже еще порядок дополнительно так ликурия моменте ничего не трогаем этом регионе мятежная армия вносит нестабильность в регион но она можно сказать как-то отвлекает что ли римскую империю не нападают не идут ну вот берегу сейчас подплывают а может быть даже сыграют мне на руку мятежники они вот сразятся с римлянами мы потом победителя размажем а мы потом уже с победителем будем разбираться малькурия карфаган дави об вернулся в город так если эта армия захочет напасть то мы уже как подкрепление подойдем самое главное в испании проблем не будет у нас есть по армии на каждый из регионов на каждую провинцию целиком и полностью не едины здесь нам гиппун нужно брать и ты дотягиваешься даже до него но сможешь ли ты его взять гарнизон здесь слабый флот только из-за флота если но я наемников тогда тем подтянуть если вдруг не хватит этих пока ценных ребят мне нормально нормально должно хватить и можно там вышки помощнее строить все что угодно делать что одни лестницы ну тут восстание где-то сейчас уф восстание давай даже сразу колодец поглубже работой лучшая порядок сейчас мы с агентами тогда разберемся ты просто оставайся тут и тут ты чуть-чуть север не пройди ух а тут принципе милан то не вариант штурмовать на самом деле это может закончиться плохо если я эту армию увожу из региона священник священник наводит порядок отлично чуть поближе его к другим провинциям поставлю сразу и потихонечку он гарантирует нам порядок оккупировать каналы каналы ну и казармы в принципе оставляем хотя их наверное уже достаточно цели победы да вот казармы есть точно я все искал где написано это все казармы есть и то есть остался данный регион каралис неаполис и равена победа уже очень очень близко мы на этом закончим всю империю гасить не путем да все таки империя здесь не настолько интересны даже если сразу придавать это как это на такая вялое вялое очень вялое не хватает ей зубов будто по выбивали их я-то думал мы сейчас начнем сражение на нескольких фронтах после вынуждены будем замкнуться где-то в одном месте сидеть так прям сжать булки и изо всех сил напрягаться чтобы защитить то что мы уже захватили нет она вполне так то сама защищается отчасти ладно да этим повстанцам собрать немножко армию улучшить нам порядок помочь это было только добивать фанчик анастазий ты жди просто наводи порядок такс 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 казарму оставляем это все оставляем вот мы снесли на санитарии хватает с порядком лучше стабилизировать ситуацию мы все-таки не бандиты в трое царствием для нас порядок это исключительно если в минус уходит плохой фактор нет такого что плохой порядок мы выигрываем в одном хороший порядок мы выигрываем в другом так тарантик вот он честный порядок или гем там конечно бы снести казармы мне хватит и в других поселениях возвести сейчас правильнее было снести но я рискну оставлю не буду на это тоже обращать пока внимание то есть одна армия суда переместилась одна там вот-вот отлично он разбивает их еще одна армия подтягиваются ну целом на севере италии может что-то интересное получится сейчас и в италии до очередное восстание ну козочку он захватывать не стал но может быть у нее действительно скриптом чтоб он не захватывал никого но вот теперь козочку можно брать с этих мятежников добить нашего правителя посадить в риме и отсюда уже в козочку ударить пусть наводит потихонечку порядок так так наверное давай полюс порядок все-таки будешь обеспечивать час а я увидел армию которую тут начали нанимать в испании он задумался о том что нужно в армии хоть войска какие-то держать хоть кого-то в испании нанять все работают когда вот эта тема была с активностью периодически она отрубалась лучше проверить работают наши ребята или нет ну и здесь надо нападать здесь надо нападать разбивать армию ну посмотрим уже в следующей серии если дадут хороший шанс нашему врагу именно то посражаемся лично на этом на сегодня все всем добра пока пока